Я с нашим дорогим другом Свитушем решили в какой-то промежуток времени, очень да очень давно, пройти 9 обезьян Шаолиня. Если кто-то вдруг внезапно помнит Nine Monkeys of Shaolin, тот самый момент, когда она только выходила, и мы её купили, и мы её, собственно, прошли. Мы встретили огромное количество различных прикольных багов, улов и всего остального, что только можно было встретить в этой игре. Однако, в принципе, Свитуш, тебе привет, мы прошли эту игру и, в принципе, наверное, даже и не пожалели об этом. За локализацию игры спасибо компании Буки, собственно, эту игру мы сегодня... Эта игра была разработана компанией Собака Студио. Действие игры происходит в 1572 году. На родную деревню главного героя Вэйчена нападают разбойники. Его дед пропал, и идя по берегу и раздавая всем своей палкой, он видит воина, который убивает его деда, и попутно ранит самого Вэйчена. И он отрубается. Придя в себя, он видит, что вокруг него находятся монахи, которые не успели помочь деревне. А сам Вэйчен просится вступить в ряды монахов, чтобы отомстить. Весь сюжет нам как раз-таки рассказывают вот именно в виде видеовставок. И причём, могу сказать так, скажем так, выполнены они в виде комиксов. И это выглядит хорошо. Причём, это самое основное то, что это очень хорошо озвучено. Игра делится на несколько глав, где ваша основная задача это пройти из пункта А в пункт Б, раздавая всем люлей с помощью своего ниндзюцу. И в конце вы должны будете победить определённого босса, который на самом деле по факту ничего особо сильного из себя не представляет, кроме финального босса, по убийству которого вам придётся включить мозги, наверное, секунд, наверное, на 15. Периодически нам будут давать различные задания. Помоги тому, помоги этому, зачисти такую-то территорию, спаси такого-то человека и тому подобное. Почему-то это мне внезапно напоминает Red Souls Ties 2. Из всех противников, которые, наверное, были в этой игре, самым запоминающимся был один только моб. Это Сохи или Саха, как правильно её называют, я точно не знаю. Это вот дух, который поднимает двух мёртвых. И как раз-таки этот самый прикол был в тот момент, когда мы первый раз вообще встретились с этим духом. Свит уж застрял между дверей, и по итогу он ко мне попасть просто не мог. И мне приходилось одному сражаться с этой тварью, а она не восприимчива к ударам. Она восприимчива только к магическим ударам и заряженным ударам. В общем, геморрой был ещё тот, потому что те-то ещё двое, как бы, вам тоже люлей хотят дать. Сюжетик, в принципе. Ну вот это то, что тут глюки, конечно, это что-то с чем-то. А где я-то где, господи? В общей сложности это было, конечно, не очень прикольно, потому что перед тем, как туда прийти, мы ещё несколько раз окунулись в огонь греческий. И нам очень сильно подпалило пятую точку. И когда, придя на босса, вы приходите туда один, а вы играете вдвоём, то приходится вам очень сильно несладко. По вооружению тут, на самом деле, есть что выбрать. В основном вы именно сражаетесь всякими различными копьями. Копьями, всякими пиками, алебардами. Тут много различного такого вооружения, вот именно древкового. И всё это оружие вы выбиваете по мере прохождения игры. По факту, в принципе, тут много различного, как я уже говорил, оружия. Но вы будете выбирать в основном только один какой-нибудь вариант, который вам понравится и с которым вы будете играть до конца игры. Потому что другие дают какие-то определённые бонусы. И поэтому тут вы как раз-таки вот именно под себя подбираете. Я, допустим, взял копьё, которое даёт вампиризм. В тот самый момент, когда вы совершаетесь какую-нибудь комбо-атаку. Или, по-моему, усиленную атаку. По-моему, усиленную атаку, да. Также у вас ещё есть дополнительно три слота, которые вы одеваете. Допустим, там ожерелье, ботинки. И как только вы получаете какие-то бонусы на протяжении игры, вы можете совершенно спокойно это комбинировать. И смотрите, что вам, допустим, там не хватает. Больше там энергии, больше там урона. И вот как раз-таки вот это всё комбинируя, вы получаете вот именно хороший результат. И именно тот, который вот вы сами вот именно хотите получить. Именно исходя из вашего стиля прохождения. Самое главное в этой игре, это, конечно же, боёвка. Это самая-самая главная часть в этой игре. По факту, это самый обычный битэмап, как вот старые добрые. Когда вот вы выбегаете, там вот, неся голову, там, вперёд из песни, на вас выпускает определённое, так, по чуть-чуть, просто небольшое количество мобиков. Вы даёте им люлей и продвигаетесь всё дальше, дальше, дальше и дальше. То есть, прям сразу пробежать спидраном через всю карту вам не дадут. Особых проблем и с противником вам, в принципе, по факту ничего доставлять никто не будет. По одной простой причине. Противник здесь, в принципе, простые как 3 рубля. Есть только некоторые мобы, которые там умеют телепортироваться, прыгать с ускоренной скоростью. И, в принципе, все остальные вам ничего, как бы, не делают. Есть ещё проблема с теми, которые любят, там, с духовыми трубками у вас поплеваться, либо с какими-то там пистолетами, винтовками. И ваша задача просто в нужный самый момент просто стоять и крутиться вокруг себя, и этот патрон срикошетит обратно в противника. Интересна ли эта механика? Ну, возможно, прикольно, особенно, когда у вас стреляют два сразу противника, и вам нужно как-то подгадывать, чтобы не получить люлей, ни от первого, ни от второго, ещё и как-то их попутно убить. Основные удары, это у нас идут ногами, это у нас рубящие удары, и это у нас течковые удары. У каждой из этих, скажем так, школ есть своя ветка прокачки. Когда вы проходите какой-то определённый уровень, вам дают определённое количество звёзд. Звёзды вот вы можете как раз-таки потратить вот именно на прокачку этих самых школ. Опять же говорю, вы, в принципе, просто понимаете о том, что вы, допустим, хотите качать именно тычковые удары, вот вы их и качаете. Хотите качать именно рубящие удары, вот вы именно их и качаете. Я всю игру прошёл просто со школы тычковых ударов, и мне, в принципе, этого совершенно спокойно хватало. Если вы, конечно же, играете на ачивки, на платину, то вы должны понимать, что вам нужно будет всё равно перепроходить ещё раз игру, потому что очков вам нихрена не хватит, чтобы всё это прокачать, и поэтому вам всё равно придётся это всё перепроходить. Также есть отдельная ветка печати и усиления, которая, по факту, я ни разу за игру этим не воспользовался, но, опять же, только против вот бабки вот этой сухи. И есть вот как раз-таки вся вот эта вот ветка акробатическая, вот именно ветка школ. И тут, опять же, вы просто выбираете какую-то одну определённую ветку под ту ветку, которую вы качали изначально вот именно из боевых школ. И, в принципе, всё, всё остальное, то, что вы качаете, это уже именно бонусом, скажем так, идёт к тем школам, которые выбрали именно как основные. Врагов тут, на самом деле, довольно большое количество различных. Это у нас идут всякие самураи, обычные там крестьяне, всякие копейщики, ронины, всякие снайперы, духовщики, всякие заключённые. Много различных противников. И, на самом деле, против них драться, ну, с одной стороны, вроде как интересно, потому что против вас их запускают. Но, в основном, просто проблема основная в том, что паттерн именно их атаки практически у всех всё одинаково. То есть, по факту, против вас могут выкинуть любых противников, и что-то должно поменяться, но по факту не меняется ничего. Вы бежите, убиваете там пару противников, появляются ящики. Ящики ломаете, из них появляются различные чаи, вы эти чаи подбираете, этими чаями вы можете себя усилять, либо вы можете себя подлечить. Полезно? Полезно. Так что, по поводу противников, тут, на самом деле, особо сильно прям заморачиваться не нужно. Просто выключаете мозг, и, опять же, как я уже говорил, просто бежите из точки А в точку Б. С графической точки зрения игра вышла, в принципе, по сути, неплохой. Кому-то эта, может, рисовка не понравится, мне она, скажем так, была прям вот нейтральна. Не могу сказать, что она мне прям понравилась, и не могу сказать, что она мне не понравилась. Такая нейтральна поиграть можно. Прорисовка всех монстров, ваше оружие, всё на хорошем, таком нормальном уровне, вот именно для того, чтобы играть на таких низкослабых компьютерах, то есть для того, чтобы вы именно могли поиграть со своим другом. Разнообразные локации, заполнены всякими интересными вещами, всякими статуями, всякими коробочками, всякие деревья, всё это прям нормально так хорошо порисовано. Особенно мне понравились вот именно прорисовки вот зданий, и вот вы находитесь на одном уровне, а есть ещё второй уровень. И вот вы когда переходите между вот этими уровнями, вот это всё так красиво на самом деле переходу, вот здесь вот разработчикам хотел бы поставить плюсик. Отдельный плюс хотел бы добавить за смену дня, ночи, вот именно погодных условиях, это реально прям хорошо выглядит, это хорошо анимировано, это хорошо озвучно. По поводу музыки, музыка тут тоже, скажем так, ну такой нормальный плюсик, по причине того, что здесь в большинстве случаев преобладают такие, знаете, вот именно барабанные всякие мелодии, которые прям вот именно вот настраивают на такой хороший боевой лад. В эту игру поиграть, конечно, можно, но лучше в неё играть с другом. С другом играть намного веселее, однако могу сказать так, то что если вы собираетесь играть, допустим, на платину проходить эту игру, то вам придётся всё равно перепроходить её минимум два раза, скорее всего ещё и три раза, а то может быть ещё и больше, да ещё и плюс ко всему прочему, вы обязательно должны быть хастом, потому что всё то, что именно прохождение, оно засчитывается только хасту, а второму человеку, который играет в эту игру, ему не засчитывается ни фига. По-моему, это довольно неплохой такой минус. Эта игра не станет какой-то классикой, и вы не будете в неё пытаться там перепроходить, что-то прям это. Если вы проходите на платину, ну, вам всё равно это придётся сделать, если вы не проходите на платину, скорее всего, вы просто на это дело забьёте. Игра проходится за несколько часов, одному играть неинтересно, вдвоём уже лучше. Так что если вы ищите какую-то игру именно для кооператива, то, в принципе, поиграть в неё можно. Я ставлю этой игре 6,5 баллов из 10, для кооператива нормально, одному не очень. Так что на этом всё. С вами был я, Алексей, и не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и, конечно же, писать ваши комментарии. Всем удачи, пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова